Привет, вы смотрите канал AlanPlaysGames, меня зовут Лена, я начинаю прохождение игры Gritfall, а чтобы вы могли быстро познакомиться с игровым миром, я записала специальный промо-ролик. Сама игра начнется сразу после него, приятного просмотра! Gritfall – это фэнтезийный мир, в котором два крупных государства, Телема и Мостовой Альянс, издавна противостоят друг другу, а еще одно – торговое содружество – сохраняет нейтралитет и является посредником между ними. 15 лет назад мореплаватели нафты открыли остров Тирфради, богатый природными ресурсами, экзотической флорой и фауной. Все государства ринулись исследовать его, основывать свои колонии и вести борьбу за влияние на коренных жителей острова, которые имеют особые отношения с природой и ее магическими существами. Тем временем на континенте разразилась эпидемия чумы под названием Маликор – государства, поставленные на грань вымирания. Островитяне же, как выяснилось, обладают иммунитетом к болезни, поэтому появилась уверенность, что именно на острове можно отыскать лекарства. Представители всех стран устремились на поиски, вот только методы, которые они при этом используют, не нравятся коренным жителям острова. Телема, государство религиозных фанатиков, желает искоренить веру островитян, навязать им свою религию и заставить их выдать все секреты. Мостовой альянс, ратующий за научный прогресс, имеет в своих рядах врачей и следователей, нарушающих любые моральные принципы. Торговое содружество даже в такое время ставит основной задачей извлечения прибыли. Главный герой Дессарде, племянник князя Арсея, одного из правителей торгового содружества, очень необычный человек. На его лице есть странная отметина. Никто из жителей материка не имеет таких, зато они встречаются среди островитян, обозначая их особую связь с силами природы. Возможно, именно это поможет ему в его дипломатической миссии. Он назначен имесером и отправляется на остров в свете своего кузена Константина, который должен стать новым губернатором колонии торгового содружества. Там ему придется заслужить уважение и дружбу представителей всех других государств и фракций. Курт, опытный воин, наставник и телохранитель Дессарде и его кузена. Васка, мореплаватель, нафт, дарованный морю, капитан корабля, превосходный фехтовальщик. Сиора, островитянка, она обладает способностями использовать силы природы. Петрус, бывший посол Телемы, владеет магией и знает множество способов добиться желаемого без применения силы. Альфра, известный натуралист-исследователь мостового альянса, отлично владеет огнестрельным оружием. От действий и выбора Дессарде будет зависеть очень многое, ведь ему предстоит заниматься урегулированием конфликтов, возникающих на острове, а также руководить поисками лекарства. Не могли бы вы немного выпрямиться? Вот так? Да, да. Подбородок пониже, а взгляд немного вправо. Да, вот так, чудесно, замрите. Итак, нам предлагают выбрать внешний вид персонажа. Да, вот эта метка, которая обозначает особую принадлежность у островитян к природе, к ее силам. Но у нас персонаж явно не островитянин. Но откуда она у него, надо будет выяснять, видимо, предостановки. Какие лица у этих барышень. Вот это ничего вроде. Так, прически. Прически, конечно, страшненькие. Ой, некоторые прям совсем. Ну, вот это еще более-менее, по-моему, цвет кожи светлее, темнее. Ну, вот так. Какой-нибудь румянец. Конечно, метка неприглядная, скажем так, выглядит, как некая борода, вернее, бакенбарды. Но, ладно. Какая рыжая получается хорошая, такая очень светлая. Потемнее. Ну, вот так, ничего. Пусть будет рыжая. Глаза. Ярко-голубые. Хорошо, пусть так и будет. Смотрим, что дальше. Выбор начального класса. Воин, инженер или маг. Я буду играть магом. Потому что есть паралич у него, сразу дается. Владение тяжелым одноручным оружием открывается. И может носить кольца, естественно, магические. Рекомендованные характеристики духовной силы и силы воли. Таланты, наука и интуиция. Но здесь жесткой привязки нет между классами. Можно брать любую ветку и потом выбирать собственное развитие. Включая маг может там стать инженером. Вернее, не то, что стать, а использовать какие-то навыки, которые изначально предназначались инженеру. Ну, в общем, есть некое свободное развитие. Так, что у нас дальше? Дальше у нас характеристики. Можно только одну выбрать. А следующая очка будет дано только на четвертом уровне. Нам рекомендовали духовную силу или силу воли. Ну, собственно, духовная сила увеличивает магический урон на 10% и выработку ярости на 1%. А также она необходима, чтобы носить лучшие кольца. А сила воли у нас позволяет носить лучшие амулеты и ожерелья. Увеличивает запас магии и длительность действий заклинаний. Сейчас она сразу даст запас магии в 100 единиц и длительность действий заклинаний на 1 секунду. Ну, пожалуй, пусть будет сила воли. Дальше. Таланты. Здесь самые важные таланты, которые дают расширение возможностей в диалогах, это интуиция и харизма. Для создания предметов ремесло и наука. Ну, взлом понятно, вскрывает замки. Также тут еще сказано, что облегчает обнаружение вражеских ловушек. Энергичность позволяет преодолевать некоторые препятствия, где требуется удерживать равновесие. На первом этапе энергичность вообще не нужна. В игре всегда есть два-три варианта выполнения тех или иных заданий или проходок в каких-то местах. Скажем, если где-то нужна энергичность, чтобы преодолеть какую-то стену, то рядом наверняка можно найти какой-то обходной путь, который не займет слишком много времени. И поэтому этот талант вообще, в принципе, практически не нужен. И вот еще что нужно знать про развитие талантов. В игре есть довольно много предметов, у которых в характеристиках есть плюс один к талантам. Он активируется, когда предмет надет на персонажа. Такие предметы можно купить или найти, или скрафтить самому. Некоторые из них бывают только в единичном экземпляре, и ни в коем случае нельзя продавать. Например, вот шляпа, которая дает интуицию. На харизму плащи продаются у торговцев. Не всегда они там есть. На все остальное можно сделать при помощи крафта в часть брони, в торс, но по своему выбору. И в дальнейшем носить, допустим, несколько комплектов брони, для того, чтобы поменять их в зависимости от необходимости получения уровня какого-то из талантов. Поэтому сейчас я буду использовать это очко. Возьму для того, чтобы открыть науку. Это позволит делать простые зелья. А следующее будет только на пятом уровне. И, конечно, открыть абсолютно все не получится, но вот благодаря предметам, которые можно создавать или покупать, или улучшать, можно будет как минимум по одному уровню всех открыть, а остальные уже прокачивать в зависимости от необходимости. В дальнейшем можно будет полностью сбрасывать все ветки талантов и всех остальных навыков и пересобирать их заново. Так, ну, вроде бы с этим разобрались. Создаем. Еще несколько минут. У вас такое необычное лицо. Честное слово, это комплимент, миледи. Это он про татуировку. Вы выглядите такой особенной. Вы все еще здесь? Мы почти закончили. Что случилось, профессор? Вы не забыли, что мы сегодня уплываем? Конечно, нет. Я нигде не могу найти вашего кузена. Я обыскал весь дворец от подвалов до чердаков. Ваш дядя не себя. Вчера вечером он собирался кутить. Не волнуйтесь, я найду его. Готовьтесь к плаванию и ни о чем не беспокойтесь. Встретимся на корабле. Вашему кузену пора понять, какая ответственность на него возложена. Ему нужно сообщить послам Телемы и мостового альянса о своем отъезде. Не беспокойтесь, я поговорю с ними от его имени. Прошу прощения, у меня появились срочные дела. Может быть, закончим позже? Это невозможно, миледи, вы же отплываете с приливом. Простите, пожалуйста, сэр, но мне нужно идти. Миледи, умоляю, подождите. Его Светлость лично попросил меня написать ваш портрет. Спасибо, что вытащил меня отсюда, кузен. Итак, у нас появилось первое задание. Сопровождение и попрощаться с матерью. Это основные задания, которые будут у нас в нашей основной миссии. Лекарство от Маликора. Так выглядит персонаж. В целом неплохо, но лицевая анимация в игре, конечно, очень слабая, мягко сказано. А анимация персонажей получше, но она одна, что для женского, что для мужского, поэтому женский будет выглядеть несколько мужиковато. Но хотя бы зато женская озвучка у него есть. Я посчитала, что так будет интереснее. Посмотрим, что нам выдали из одежды. Канзол удачи. Какой расшитый. С золотом. Вероятность получения трофеев плюс 25%. Переодеваем. Дальше. Перчатки ювелира. Вот они как раз дают сразу плюс один кремеслу. То есть, когда этот предмет на персонажа одет, сразу же открывается первый уровень. Без всяких заработанных очков. Если снять, естественно, все обнулится. Не будет этого уровня. Поэтому, допустим, если там для прокачки ремесла окончательного, не нужно все три будет открывать ячейки. Достаточно будет двух только. А третий надевать перчатки. Значит, их нужно всегда хранить, не продавать. И что еще у нас есть? Сапоги с утяжелеными каблуками. 20 равновесия. Оружие. Кольцо. И потертый молот с шипами. Тяжелое одноручное оружие у мага. Это несколько. Я бы предпочла, конечно, тоже какое-то дистанционное. Помимо магии. Или хотя бы одноручное просто. Почему оно тяжелое, непонятно. Ну ладно. Так, а это рапира. Как раз она требует одноручного, которое у нас не открыто. Что касается навыков развития мага, лучше, конечно, тут как-то нарисовано в эту сторону и делать его. У нас уже есть паралич, который на определенное время парализует врага. А его дальнейшая прокачка сможет открыть нам бурю, которая позволяет создавать ударную волну, которая накладывает эффект паралич на всех врагов на поле боя. А дальше она еще будет давать уязвимость врагов к магическому урону. Хороший очень навык. Здесь у нас через ветку эту сюда магическое исцеление. Сначала сам персонаж может себя лечить. А затем всеобщее на всю группу и даже, по-моему, на союзников на поле боя. Здесь у нас также для мага полезная взрывная тень и увеличенная тень увеличивает урон. Ну, что такое? Оглушение еще дает. А здесь у нас ветка в двуручное оружие, с одноручного в двуручное. И сюда в ярость. Или же через тяжелое одноручное в ярость. Вот. А здесь есть перекат. В самой игре у нас есть только уклонение и защита. Переката просто так нет. Его нужно открывать. Тут огнестрельные ловушки для инженера бомбы. Ну, этим я заниматься не буду точно. А так получается, что да, любой персонаж с любыми начальными характеристиками, инженер, маг или воин, может использовать абсолютно по своему желанию очки. Куда угодно можно качаться. Но, естественно, очков не будет достаточно, чтобы открыть абсолютно все. Поэтому придется выбирать. В дальнейшем все можно будет скинуть и перераспределить. Так. Идем выполнять первое задание. Мы находимся во дворце. Тут какой-то дворик. Эй! Эй! Зеленая кровь! Курт! Курт! Итак, этот день наконец-то настал. Мои благородные птенцы покидают гнездо. Под надзором своего сильного и верного наставника. Всего лишь верного вашему золоту. Не притворяйся циничным наемникам. Я знаю, что мы тебе нравимся. Снова прячешь своих людей за спинами сильных мира сего. Эй, только благодаря нам вы все еще живы. Курт! Меня не нужно защищать. Я уже не ребенок. Ты же знаешь. Правда? Ну так давай проверим. Сражайся с честью. Атаковать три раза. Защита. Уклонение. Блок. Докажите Курту, что вы умеете драться. Неплохо держишь удар. Зеленая кровь. Наверное, у тебя был хороший наставник. Лучший. Уже вжилась в роль посланницы. Не трудись. Лестью меня не проймешь. Главное, что ты помнишь основы боя. Твой выпускной экзамен закончен. Или ты хочешь потренироваться еще немного? Нет. Спасибо, но нет. Мне нужно доделать кое-что перед отъездом. Не успела стать посланницей, а уже вся в хлопотах. Опять куда ты бежишь? Ну, будь по-твоему, но если ты передумаешь, загляни в любую из казарм на острове. Там всегда найдется напарник для товарищеского боя. Возьму на заметку. Спасибо. Ну что, уже собрал вещи для нашего путешествия? Ну, да, ты же знаешь, я обхожусь малым. Надеюсь, ты не против, что я еду с тобой. Конечно, нет. Я рада, что вы с господином Декурсионом составите нам компанию. Без друзей в незнакомом краю тяжело. Неужели этот служитель науки хочет соперничать со мной? Кстати, а где наш будущий наместник? Ему тоже не помешает повторить основы боя. Понятия не имею. Он ушел на попойку, которую я вчера устраивал по случаю отъезда, и больше не появлялся. Ну, ты же знаешь, Константина, ничего необычного. Он звал меня с собой, но мне было не до веселья. Я думала только о прощании с матушкой. Расставаться всегда тяжело, но лучше навести ее поскорее. Она наверняка ждет тебя. А потом встретимся у входа в дворец, и вместе пойдем искать Константина. Хорошо. Я вернусь к тебе, как только освобожусь. Хорошо. Попрощаться с матерью, встретиться с Куртом у входа в дворец. Так, от этого да. Зачем такую анимацию делать бега, чтобы он вот так вот останавливался? Что у тебя вообще с физикой тела такое? Что в Ведьмаке мне это не нравилось, что здесь меня вообще раздражает? Такая анимация. Что такое? Вас не учили стучаться? Я же тысячу раз говорила. А, это ты, дитя мое. Простите, матушка. Никак не привыкну к тому, что с вами случилось. Да, к такому не привыкнешь. Ладно, давай лучше поговорим о чем-нибудь приятном. Я так рада слышать твой голос. Ты так напоминаешь мне отца. Мне не хватает этого. Сегодня особенный день. Ты вот-вот отправишься на остров, о котором все говорят. Да, но мне придется оставить вас одну больную. Я умираю, мое дитя. Даже если ты останешься, это не облегчит моих страданий. Лишь одно меня успокаивает. Говорят, этот остров полон чудес. Может быть, там найдется лекарство? Я вряд ли успею вернуться вовремя, даже если отыщу его. Я знаю. Но меня утешает, что моя дочь отправится в путешествие, чтобы найти лекарство для своего народа. Тебе пора отправляться в путь. Вот, возьми это с собой. Что это? Это семейная реликвия. Когда-то она... Неважно. Храни ее. Пусть она принесет тебе удачу. Благословляю тебя, дитя мое. И... Теперь иди. Да, молекор ужасен. Не знаю, обратили ли вы внимание на то, как она вырвала свою руку из руки матери при упоминании ее отца. Давайте посмотрим, что у нас про это будет. Есть какая-то информация в кодексе? Так. Госпожа Десарде, это наш персонаж. А вот княжна Десарде. Ваша мать и сестра князя Арсея. Она всегда относилась к вам с большой нежностью, что редко встречается в семьях аристократов. Уже несколько месяцев княгиня Десарде ведет уединенный образ жизни, поскольку страдает от молекора. Из-за боли и изменений во внешности она больше не может появляться при дворе. Поэтому всегда радуется, когда вы приходите рассказать ей последние новости. Ей жаль расставаться с вами, но она понимает, что для страны будет лучше, если ее единственный ребенок уедет из сирены и найдет лекарство от молекора. Про отца ни слова. Идем дальше. Город весь в каком-то сизом тумане. Или это дым от того, что здесь на улицах жгут, возможно, какое-то специальное, какие-то травы или палки, для того, чтобы дымовую завесу эту создавать. Возможно, они считают, что так они смогут защититься от молекора. Вход во дворец совершенно какой-то вообще невзрачный. Посмотрите на это. Он между двумя домами какими-то вообще узкий. Я бы даже сказала, что здесь нет въезда такого для полноценной какой-нибудь кареты. В общем, не дворец, а не пойми что. Ну, портовый город, может быть, не предполагали прям какого-то серьезного. Но посмотрите на Санкт-Петербург. Так что... Я готова, Курт. Мы попрощались. Крепись, зеленая кровь. Смотри, отсюда видны мачты нашего корабля. Нас ждет увлекательное приключение. Надеюсь, слухи об острове правдивы. Сначала нам нужно найти Константина. Верно. Может быть, он уже в порту. Ему не терпелось уехать. Меня завалили делами прямо перед отплытием. Генерал хочет забрать кое-какую груз у поставщика, а перевозчик отказывается его доставлять. И как я не уговаривал, все без толку. Все-таки переговоры твоя стихия, а не моя. Ты же не откажешь мне в небольшой помощи, конечно. Где искать этого поставщика? В нижних кварталах, рядом с портом. Хорошо, давай нанесем ему визит. Нам предлагают принять Курта в группу. Посмотрим, что он из себя представляет. Умело сражается в ближнем бою и может носить тяжелую броню. У него есть выносливость, силы и ловкость. И, видимо, дальнейшее открытие этих характеристик будет на уровнях 9, 3 и 6. Но я так понимаю, что все это в том случае, если он будет у нас в составе группы. А может быть и нет. Но в любом случае мы, по-моему, в одиночку вообще бегать здесь не можем. Минимум хотя бы с одним спутником. Навыки. Все виды холодного оружия. В начале боя он применяет зелье равновесия и использует особые приемы для любого оружия. Принадлежит к фракции Монетная Стража. А отношение с нами у него в стадии подозрительность. Что как по мне, так крайне странно. Потому что он является нашим и телохранителем, и защитником. И, как я поняла, наставником, который преподавал искусство ведения боя. Понятно, что он работает за деньги, но подозрительность. И вот у него есть бонус дружбы, который дает уровень ремесла. Но это, видимо, можно будет использовать этот бонус только тогда, когда у нас будет дружба с ним, отношения. Скорее всего, так. Одет он в какую-то... Не такой уж прямо... Ага, это мы вернулись на своего персонажа. Я хотела посмотреть оружие. Ржавый из-под дрон, пробивание брони 20, физический урон 198, качество 10, оглушение, выработка ярости. А у нас есть еще рапира. У нее физический урон ниже, пробивание брони существенно ниже. Оглушение нет. Но, в общем, да, лучше тот, который у него. Так, принимаем группу и идем исследовать, что здесь есть. С чего ты хочешь начать? Меня попросили зайти к послам Телемы и мостового альянса до отъезда. Их резиденция недалеко отсюда. Можно сначала навестить их. Хорошо, а как думаешь, Константин ждет нас у корабля? Не знаю, но это стоит проверить. Хорошо. Здесь у нас посольство Телемы сообщить послу о своем отъезде. Тут посольство мостового альянса. То же самое ему нужно отрапортовать. Договориться с продавцом и еще куча всяких разных мест неоткрытых. Пойдем посмотрим, что у нас здесь есть. Зелье здоровья, боеприпасы. А у меня... Назначено зелье здоровья. Нет. 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 Так, все распределила. Кто тут? Кто, ребенок где-то плачет? Колокол звенит. А эти то ли пьяные, то ли... Непонятно. На мертвых не похоже, потому что кожа не мертвая, не мертвая, но... А может уже и мертвая. Там внутри горит свет, но зайти нельзя. Какой-то плач где-то. А тут явно мертвые в таких позах. Или их убили. Вот эти злодеи, возможно. И мана закончилась. Ну ладно. Старые укрепленные перчатки, золотые монеты и какая-то там еще вещь. У меня стоит авталот. Странно он реализован, этот мод. Он использует каким-то волшебным образом лампу. Который у нас находится в инвентаре, в оборудовании. Вот эту лампу он использует. То есть вообще, как бы в игре включение-выключение света она подразумевает. Для того, чтобы в ночное время освещать себе дорогу. А лут эту функцию меняет. Лампа не горит, но используется при этом возможность сбора предметов. В каком-то радиусе. Достаточно широком. Так что удобно. И из модов, меняющих что-либо еще, у меня больше ничего нет. Только на внешке у меня стоят. На изменения. Ну такое, чуть-чуть улучшение внешнего вида героини нашей главной или героя. И сопартийцев. И по-моему мод, который он там же включен. Который изменяет глаза у всех персонажей вообще в игре. НПС тоже. Делает их более такими яркими и живыми. Потому что в игре они совершенно безжизненные какие-то. В оригинале. Так, мне нужно как можно больше попытаться полутать всего, что можно. Потому что я хочу сразу купить плащ, который дает открытие уровня харизмы. Которая очень нужна в диалогах. Переход к карте местности. На карте местности указано. И я не успела прочитать, что. Но я думаю тут с картой проблем нет. И так все понятно. Все обозначается удобно, хорошо видно. Я уже поняла, что вот это вот в плащах и в шляпах это какие-то злодеи. Они сразу кидаются на нас. Всех победили. Сейчас проверю, все ли полуталось из них. Ну да. Так, а сколько у нас 27 золотых монет? Ну, мы вон что-то уже полутали. Она правда стоит копейки. А плащ? Точно не помню, но он стоит что-то в районе то ли 60 или 80 монет. Как-то так. А тут смотрите, какой замечательный бурбулятор. И из него капает в стакан наверняка какая-то спиртосодержащая жидкость. Только дым, пар поднимается зеленого цвета. Что-то там ядерное явно. Но использовать нельзя. Так что дальше снова идем трезвыми. И это правильно. Что тут молятся? Здесь у нас посольство. Где? Там мы посольство Телема. Ну, понятно. Это значит Телемский какой-то проповедник. Да, они у нас главные фанатики религиозные. В этой игре. И пытаются всех склонить к своей вере. Торговец на месте, говорит нам Курт. Да, он тут. Но прежде чем с ним разговаривать, я хочу купить у торговца плащ. А для этого мне надо еще кого-то победить. Торговец на месте, говорит нам Курт. Вот скажу вам честно, здесь, на этом уровне, на обычном, враги, вообще простые совершенно, как вы видите. Ржавая рапира. Да я все хочу взять. Вот. А я попробовала зайти на сложности, вот на этих вот, на этих же троих. И не знаю, то ли я такая криворучка, то ли именно потому, что я записываю еще в этот момент, отвлекаюсь на разговоры. У меня вот этот вот, который с ружьем, убивал сразу примерно три четверти хп с одного удара. Вернее, с одного выстрела. Курт умирал от одного противника через некоторое время, практически сразу. Начало. Мы с ним вдвоем тут разбирали одного. А маг мой... Ну, может, потому что я мага взяла, не знаю. А мой маг... Мана у него заканчивалась примерно за два или три раза вот этого паралича. Он довольно быстро спадает, поэтому не так прям существенен. В общем, я, конечно, добилась цели, я их победила, но это раза, наверное, с шестого только произошло. Я давно не играла в эту игру. Я один раз ее прошла тоже на обычном, а вот хотела попробовать сложный. И решила все-таки записывать на обычном уровне сложности, потому что не потянула. Вот. Такие дела. Расскажите, если вы играли, как было у вас. Может быть, другими классами легче, потому что у мага Мана просто моментально вылетает, и все. Дальше он с этой одной ручкой, одной своей тяжелой, ну, чуть-чуть машет ею. Но когда выносится сразу... Причем у них еще броня такая конкретно вообще сильная, что она не сбивается. То есть дамаг наносишь, а он не проходит. Вот как-то так это было. Так, а я ищу кого здесь. Мне нужен торговец какой-то, да? Да, вот туда мне надо. Подходите, жители Сирены. Все сюда. Такого вы еще не видели. А здесь у нас указатель. Казармы. Таверна налево. Портовый район туда же. А посольство мостового альянса направо. Но я хотела вот к этому товарищу прийти. Ваши сапоги износились, ваша шляпа вышла из моды, ваш камзол стоило выкинуть еще в прошлом году. Посмотрим, что у него есть. Добро пожаловать! Очень рад вас снова видеть. Понравилось что-нибудь? Может быть, показать поближе. Давайте посмотрим. В первую очередь мне нужен был плащ. И вот что мы видим, что в этот раз мне не повезло. И нет у него никаких плащей. Это значит, что я осталась без харизмы. И это значит, что в некоторых диалогах я не смогу использовать ее вообще. И придется действовать каким-то другим путем. Вот такая вариативность тут есть. Ладно, посмотрим хотя бы тогда восстановление здоровья. Да, есть. 70 монет оно стоит. Медальон. Он нужен для того, чтобы дать его курту. Но сначала нам нужно что-то продать. Эту оставим. Вот эту можно продать явно. Ружье пусть будет. Поношенная фетровая шляпа не нужна. Невозможно. А он пока надет невозможно. Хорошо. Вот шляпа первооткрывателя ни в коем случае не продавать. У него интуиция. Поношенная треуголкой шляпа разбойника. Это надо посмотреть, что надето у курта. Сейчас глянем. А у него шляпа разбойника без вообще любого урона, да? Значит... Переодеть надо сначала у нас персонажей, да? Так, сюда мы надеваем с интуицией. Она курта. Вот это, да? Или 18? Какая лучше? Тут сопротивление урона ядов и вероятность получения трофеев. Не знаю, распространяется ли надевание предметов вот с такими вот бонусами на нашего персонажа, когда она только... Когда одета или же вообще в составе группы, когда этот предмет одет. Этого я не знаю. Ну, пусть будет в треуголке. Так. Это можно продать. У нас сразу примеряется она, да, на персонажа, когда... Угу. Но не переодевается. Это все не нужно. Ну, у нас уже достаточно. Так, покупаем. Чтобы сразу одевалась на того персонажа, на которого нужно, мы должны им именно покупать. Вот. Здоровье. Курт у нас может носить только белые медальоны, потому что зеленые ему уже недоступны. Какие-то другие смогут там носить и зеленые, и дальше по уровням. Хорошо. А у нашего персонажа на восстановление магии. Все, мы готовы. Можем идти разговаривать тогда с тем... Торговцем. Угу. Двери. Видимо, домов, в которых заболевшие молекором заколочены, покрашены известью. Дверь обозначена. Рядом горят опять-таки. Предметы мебели сжигают, видимо, чтобы уничтожить заразу. Но она вот при прощании с матерью целовала ее, трогала в перчатке за руку, а целовала в лоб прямо губами. И если честно, вот при таких заражениях такие вещи, по-моему, недопустимо делать. Не знаю, так разработчики специально сделали как-то, чтобы усилить эффект впечатления от этой болезни, от ее вида. Или же просто они о таких вещах не подумали. А тут что? Неумело написано записка. Родственники богатея, который сам напросился на неприятности, он у нас, и мы его убьем, если не получим большой выкуп. Тащите туго набитый кошель в переулок на юге, в квартале старых складов. Это вот здесь, квартал старых складов. Мы когда мышку подносим, справа вверху у нас видно, как называется район, в котором мы находимся. Это просто сирена, да? Здесь у нас тоже сирена. Площадь князей. А тут что? Портовый район. А здесь у нас должен быть дворец. Но он нам не парчевый. Дворец он нам не показывает, где. Но он там был. Так. Что тут? Портовый район. Ладно, пойдем поговорим. Не видели ли Константина? Васка. Давайте шевелитесь, я обещал купцам и их князю, что мы отчалим датливо. Эй, ты, аккуратнее. Ты за этот фарфор в жизни не расплатишься. Ну, кто ж под руку-то говорит, а? Некоторых детей нам стоило бы отправлять обратно. Капитан Васко. Капитан Васко. Да, а вы? Я Десарде, племянница князя. Если все готово, я приглашу остальных на вашу лодку. Это корабль, а не лодка. Прошу прощения. Простите за любопытство, но разве юный наместник не с вами? Его не было дома со вчерашнего дня, мне нужно разыскать его. Надеюсь, с ним все хорошо, и он не передумал, прилив ждать не будет. Возможно, он немного увлекся, когда праздновал предстоящий отъезд. А у вас уже все готово? Еще не все в сборе, наш Юнга где-то загулял. Но не переживайте, если он не объявится до прилива, мы отплывем и без него. Он важный член их пажа. Управляться с кораблем мы можем и без него. Он обычный Юнга. Думаю, хватило лишнего перед новым плаванием, как один мой знакомый. Я сомневаюсь в этом, Джонас всегда был трезвенником. Его не видели уже двое суток. С ним точно что-то случилось. Пожалуйста, сообщите мне, если вы что-нибудь узнаете. Я предпочел бы выйти в море со спокойной душой. Расследовать исчезновение Юнги? Давайте узнаем. А когда вы видели Юнгу в последний раз? О нем ничего не слышно уже двое суток. До сегодняшнего дня я не беспокоился. Когда мы стоим в порту, я отпускаю команду на берег, но в день отплытия все трудоспособные моряки обязаны возвращаться на корабль. А когда вы видели Юнгу в последний раз? О нем ничего не слышно уже двое суток. А, это то же самое. Они не убираются, эти диалоги, я поняла. У Юнги есть знакомая в сирене? Вы имеете в виду не из нафтов? Вряд ли, но точно сказать я не могу. А у этого Джонаса есть близкие друзья среди матросов? Все мы одна большая семья, но ближе всех он дружит с Флавией и Лаура. Я могу задать им несколько вопросов, как пожелаете, а не на берегу в порту? А вы не видели моего кузена? Мы надеялись встретить его здесь. Вы сказали, что он собирался отпраздновать свой отъезд? Мои ребята говорили, что в таверне Монетной Стражи вчера была большая попойка, но больше я ничего не слышал. Не самое безопасное место для князя, надеюсь, с ним ничего не случилось. Мы пойдем его искать. Спасибо, капитан. Я рад был помочь. Что мы можем спросить? О нафтах? Чем занимается ваша гильдия? Мы бороздим океаны, заплываем туда, куда другие не отваживаются. Говорят, вам помогает магия. А как становятся нафтами? Магия? Да, верно, но только особая нафтовская. Как попасть к нафтам? Те, кто рождается на кораблях, считаются рожденными морем. Такие дети принадлежат нафтам. Остальные, подаренные морю, приходят к нам по-разному, нередко в юности. Теперь вы знаете, откуда берутся нафты. По-прежнему ничего не понятно. Что вам известно об острове Тирфроди, куда мы направляемся? Это потрясающее место. Дикое, заповедное, нетронутое вашими войнами пока что. Местные считают свои земли священными. Они добрые, гостеприимные люди, и я бы сказал, удивительно похожие на вас. Еще я слышал, что среди тамошних удивительных зверей есть гигантские. Больше мне и рассказать вам нечего. Я не выхожу далеко за пределы порта. А что вы можете рассказать о нашем порте? О том, где мы сейчас. Это самый большой морской порт на всем континенте. Он принадлежит городу, но благодаря вашему князю мы тут на особом положении. Некоторые районы принадлежат нам и подчиняются морскому праву. Это хороший порт. Он бы процветал сейчас, если бы не Маликор. И это все. Я скоро вернусь, капитан. Что еще тут есть интересного? Так, значит, у нас появилось еще задание. Найти пропавшего нафта. Это будет где-то здесь, но... Буду по порядку. Сначала у нас было задание поговорить с торговцем. Это с той стороны где-то было. Я тут, что-то, по-моему, кругами какими-то бегаю. Мне вот сюда надо. Да, это тут. Здравствуйте, миледи. Чем я могу вам служить? Для начала объясните мне, почему вы отказываетесь исполнять заказы от стражи. Ну, это какое-то недоразумение. Мы готовы выполнять заказы. Кроме того, я уже говорил с вашим комендантом. Он требует с нас денег, хотя мы уже заплатили. Просто цены выросли. Я-то тут ни при чем. Так нельзя. Если вы договорились о сумме, извольте следовать договору. Простите, мадам, я тут ничего не решаю. У меня приказ. Как ты до сих пор в таком состоянии живой еще? Ужас. Начальник приказал вам повторно потребовать плату за этот товар. Да, он сказал, что его помощник что-то скрыл, когда оформлял заказ. Он надеялся, что стражи за все заплатят без лишних вопросов. Черт побери, а меня послали в одиночку разбираться со всем этим. Извините, капитан, ничего личного, просто у меня приказ. Да, да, это мы уже слышали. Кто из нас двоих вообще служит в монетной страже? Курт, а может быть, найдем других поставщиков? Мы уже заплатили за товар. Как только эти мошенники вернут нам деньги, мы так и сделаем. И больше никогда не будем ничего в них закупать. Но я думаю, что не будем. Все это очень подозрительно и попахивает скандалом. Вы требуете заплатить второй раз, но отказываетесь вернуть уже внесенную оплату. Я не требую и не отказываюсь. Это все мой начальник. Это прямая тупица выводит меня из себя. Теперь ты понимаешь, почему я к тебе обратился за помощью? Угрожать теремным заключением, предложить взятку, запугать или уйти. И вот у нас харизмы, поскольку недостаточно, это только 50% шанс. Ну попробуем. А если бы был плач, было бы 75%. И шанс был бы гораздо выше. Вы, видимо, не знаете, с кем имеете дело. Мне следовало сразу представиться. Леди Десарде, племянница принца Арсея, эмиссар торгового содружества. Вы только что сообщили мне, что начальство вынудило вас совершить преступление. Это прискорбно, поскольку вы стали соучастником вымогательства и кражи. Вам прекрасно известно, что содружество этого не поощряет. Но я просто исполняю приказы. Очень жаль. Раз вы понимаете только язык приказов, я приказываю вам незамедлительно вернуть товар страже, если вы, конечно, не хотите, чтобы вашего начальника повесили, а вас бросили в тюрьму. Прошу прощения, миледи, но вы мне не начальник, и вообще представитель стражи подчеркнул, что это дело очень деликатное. Поэтому я сомневаюсь, что вы потащите меня в суд. Вам же, шумиха, ни к чему. Курт, о чем он вообще говорит? Если бы я знал. Ну вот, у нас не получилось, поэтому теперь мы можем его запугать или предложить взятку. Будем запугивать? Будем. Чушь какая. Ваш начальник вор, а я терпеть не могу воров и вымогателей. Или вы нам сами отдадите наш груз, или мы возьмем его силой. А у нас с тобой, в общем-то, одинаковый подход к дипломатии. А ну-ка, проваливайте. Вы не оставляете нам выбора. Уговоры на приказчика не действуют, придется применять силу. Извини, зеленая кровь, знал бы, что так выйдет, я не втягивал бы тебя. И что нам теперь нужно? Забирать силой. Каким образом? Ладно, будем выяснять. Что нам показывают на карте? Это где-то здесь. Зайти мы не можем поговорить еще раз. А, так это снова вы? Вы принесли деньги. Даже не надеетесь, мы еще вернемся. До скорой встречи. Ладно, пойдем посмотрим, можно ли зайти с той стороны где-то. Входа здесь нет нигде. Здесь тоже нет. Черт возьми. И как туда проникнуть? Попробуем тут зайти. Попробуем. Попробуем. хватит прошу вас похоже он резко поумнел да да не бейте меня отлично надеюсь вы доставите товар в ближайшее время да миледи я отправлю его немедленно так бы сразу но мы потеряли одну репутацию к торговому содружеству к чему нас это приведет посмотрим но все равно у нас симпатия сохраняется так что пока ничего страшного тут нет в очках сколько конкретно у нас было не не написано по крайне мере я не знаю где это можно еще посмотреть просто пока симпатии все и у нас по-моему появилась до новая очко для того чтобы его распределять куда-то посмотрим куда можно так либо увеличить действие паралича либо увеличить магический урон на 10 или же открыть одноручное оружие или открыть крепкую хватку урон плюс 10 тяжелое одноручное оружие пробивание брони тяжелые двуручную нет это мне точно не нужно пусть будет паралич да ага эта кнопка к или л на русском открывает это а тут еще какие-то предметы больше ничего нет а лестнице куда ведет пойдем посмотрим а вон туда еще как спуститься отсюда нельзя вот кстати по поводу вариативности квестов то есть его можно было сделать какими способами либо если есть харизма то просто сразу уговорить он делается либо предложить взятку то есть заплатить какие-то деньги либо вот подраться не то чтобы прям сильно густо но хоть какое-то разнообразие где была эта сторона с еще с какими-то ящиками то я не понимаю с какой стороны это было то ли там как-то внутри на общем явно это не с этой стороны уже до здесь не пройти нигде получается что вот там где-то дом семьи фонтан какой-то ну что пойдем поговорим еще с послами это будет надолго или да пойдем тогда нет сначала вот сюда это задание продолжение поговорить с квартирмейстером казарм в сирене так бежим значит сюда а где это тут а это таверно тут тоже поговорить что тут золотая монета просто взяли их со стола не стыли никто не против мы не против госпожа простите из меня плохая собеседница но еще вам и так что у тебя теряли кучку денег выполнение заданий несколькими способами ну как раз это именно то о чем я только что рассказывала и тут еще золотые монеты неплохо так можно прийти просто забирать их со стола это чё пользуясь нашим титулом мы это делаем да или просто всем пофиг добрый день уважаемые и вам того же чего изволите я ищу своего кузена его зовут константин кажется вчера он собирался праздновать у вас отъезд куча народа вчера тут праздновала только кончилось все плохо что случилось они передрались разгромили мне таверну и дали деру не заплатив мне жаль а среди дрочвинов был юноша лет двадцати на лет красноречивый с короткими русыми волосами и голубими глазами спрашиваете конечно был он первый в драку и полез надеюсь вы возместите мне убытка иначе на мою помощь можете не рассчитывать и что именно они сломали добрая половина моей мебели разлетелась в щепки я сложила обломки вон туда дайте-ка я взгляну может быть я смогу ее починить почините буду признателен нет придется заплатить 25 монет попробуем сначала починить нужно будет найти 4 ширупа деньги немалые мне нужно подумать где их взять забыли попросить у папочки на карманные расходы ничоси он как разговаривает с представителями аристократии которые считаю являются правителями города как-то недоработано тут все них или у них тут демократия уже и свобода слова как это дела в таверне неплохо сейчас ко мне стали захаживать почаще так что дела идут в гору если бы еще не маликоры и войны между нашими соседями эпидемия по-прежнему бушует но теперь люди надеются что на этом новом острове найдется лекарства с тех пор как там появился наш город моряки стали приходить за выпивкой намного чаще а у вас стало меньше посетителей из-за маликора не то слово все разбежались когда вспыхнула эпидемия народ здорово перепугался все сидели по домам чтобы не заразиться я уж был и решил закрывать таверну но потом алхимики из альянса доказали что заболеть не так то просто наши не очень то им поверили зато хотя бы на улицу снова стали выходить правда многие мои завсегдаты умерли или уехали да что я вам рассказываю наш город держится на плаву только потому что торгует с новым островом если у вас часто бывает моряки вы наверное слышали много историй о тир фради еще бы в некоторые из них даже последние пьяницы не поверят якобы там люди деревья драконы и гигантские звери водятся под каждым камнем сокровища лежат даже будто бы источник вечной жизни там есть а вчера вечером нафты хвастались что привезли оттуда какую-то огромную тварь только я им не поверил меньше пить надо вот такое мое мнение нелепое высказывание из уст троксерщика меньше пить надо чем ты будешь зарабатывать на жизнь мне нужно уходить до свидания тут вот у нас пьяница больным аликором явно что они тут из такого огромного котелка что-то едят хлеб у них тут нога чья-то и тут тоже самое мебель серьезно пострадала видимо драка была не шуточная и не такое видали справимся если выточу металлические шканты починим все два счета шканты или шканты вот у меня с некоторыми словами будут затыки так а тут что а вот мы сразу нашли два шурупа сырую железную руду а тут наверху что можно обшарить сюда нас не пускают целый стол стоит его нельзя разобрать нет а а здесь что письмо алхимика из аль сада дорогой ариф я очень опечален тем что ваш надежды найти покой в сирене не оправдались после вашего отъезда академия оказалась в удручающем состоянии ваши обвинители ведут себя так словно законов для них не существует и постоянно проводят сомнительные опыты мы ничего не можем сделать лишь молчать и ждать искренне надеюсь что ваши поиски увенчаются успехом ваш друг у нас просто пока письмо и никакого задания дополнительного от него не дано возможно пригодится позже что тут еще есть ключ от кладовой трактирщик а вот сундук нужен первый уровень взлома а у нас недостаточно так и что мы можем сделать курт и мы не можем использовать но мы можем попробовать надеть его камзол в котором есть сейчас я вам покажу где это посмотреть него есть взлом это как раз таки улучшения которая вкладывается вот в одну из ячеек при улучшении камзола или ну какой-то брони да и сейчас у нас в талантах взлом должен быть открыт да мы надели этот предмет и он у нас теперь есть да и что там золотые монеты ловушка сыроежка и старые мягкие сапоги не густо что у нас получается по броне тут 78 у него 36 всего конечно не очень а так каждый раз переодевать тоже конечно не удобно но пока показала вам способ как можно действовать для записи это конечно не очень удачный вариант все так переодеваться на взлом но тут не так много ящиков с другой стороны которые нужно открывать а что нам тут свить я уже проверила же это или что здесь ничего а здесь у нас либо взламывать либо открыть ключом на же есть ключ есть сундучок еще ключ трактирщика какой-то еще шурупы теперь у нас достаточно починить все что поломал константин как-то нелепо если девушка будет сама своими руками сейчас чинить просто не причем не просто девушка а аристократ к ну да ладно я наверное придираюсь слишком вот другое дело как будто и не ломали на все руки мастер но с другой стороны можно прям гордится такой девушкой которая раз-раз и починила мебель завидная жена надо сказать ну так что удалось починить мебель да она теперь как новая но почти очень добротно сделано у вас золотые руки ну вот он ее тоже хвалит пожалуй а теперь скажите где мой кузен ваш кузен либо большой храбрец либо дурак чего только он не наговорил ребятам из нижних районов те еще бандиты держит склад в паре кварталов отсюда и чем они занимаются тем что хорошо оплачивается но карается по закону только чур я вам ничего не говорил если вы еще надеетесь спасти своего кузена лучше поторопитесь эти ребяток и не телиться не любят спасибо за помощь удачи надеюсь вы его вытащите он все-таки хороший малый и пьет за троих что-нибудь еще мне нужно уходить до свидания до свидания а вот это вообще нелепо получается у нас сына правителя города которого по идее каждый должен знать в лицо житель города они были не такие уж прям большие куда-то утащили и держат там в заперти ну не знаю рассчитывают на выкуп вы себе представляете это да я могла бы понять если бы это был сын какого-нибудь там богатого купца тогда ладно но сын князя ладно спасать моего пойдем уже завтра а сейчас давайте сделаем небольшой перерыв и к вам у меня огромная просьба поставьте пожалуйста лайк поделитесь ссылкой на это видео с друзьями в соц сетях пишите комментарии подписывайтесь на мой канал жмите на колокольчик и вы будете получать оповещение о выходе новых прохождение этой и других интересных игр